Открытки со словами поддержки и детские рисунки с трогательными поздравлениями отправились на Донбасс из 117 предприятий Росатома. Во всероссийском НИИ автоматики имени Духова поток людей, приносивших подарки для военнослужащих, не стихал несколько дней подряд. Сегодня так много людей, наших сотрудников пришли с подарками и все эти подарки пойдут военнослужащим на передовую. Кто-то улыбается, кто-то немного грустит, потому что мы все сейчас в такой ситуации и как никогда, наверное, друг друга понимаем, друг друга поддерживаем и... Ну, чтобы ребятам было комфортно, которые служат. Людей пришло много. Спасибо добрым людям, всем тем, кто с нами, кто верит и кто помогает. Да, спасибо большое, ребята, за мирное небо над головой, что дети наши могут спокойно ходить в школу, потому что мы живем и дышим. Вы нас защищаете. Прилагаем максимум усилий для того, чтобы помочь нашим товарищам. В НИАШ шлет привет фронтовикам. Ждем их скорейшего возвращения. Я молюсь, чтобы Господь им помогал, чтобы у них была помощь, чтобы у них были верные друзья, товарищи. Победы. Только победы. Другого варианта нет. Возвращайтесь живыми, мы вас все ждем. Я желаю нашим бойцам победы, скорее всего, и живыми вернуться домой. Мы их поддерживаем и будем до конца поддерживать. Росатом вдохнул новую жизнь в атомный флот страны. На стапеле уже пятый по счету ледокол нового поколения Чукотка. На Якутии ежедневно работает около тысячи человек. Урал, Арктика, Сибирь уже ходят во льдах. 630, МАС-42, КУС. Мы в одной единой семье, госкорпорации Росатом. Экипаж – это семья, мы единая команда Росатом. Каждый человек ответственный за свой труд. Он же старается сделать это лучше. Большое, мощное, это же здорово. Серийное строительство новых ледоколов объединило десятки тысяч человек. Тех, кто проектирует, эксплуатирует, строит. Сегодня мы познакомимся с одним из них. Павел Ельфимов – старший строитель по корпусной части атомного ледокола Якутия. 32 года. Строил также ледоколы Сибирь и Урал. Посвятил свою жизнь судостроению. Работая на таких заказах, видя результат, видя уже по новостям, как работают наши ледоколы, ну, конечно же, испытываешь чувство гордости, потому что, зная, что приложил немало труда к этому делу, ты, конечно, испытываешь гордость от этого. Павел Ельфимов сейчас работает на ледоколе Якутия. В прошлом году его спустили на воду, сейчас ведется достройка. Павел – судостроитель в третьем поколении. Свой путь он определил сразу и ни разу не отошел от курса. Я много лет работал на военных заказах, это были фрегаты «Корветы». И после уже, когда поступило предложение стать строителем на атомном ледоколе, конечно, его принял, потому что это большая ответственность и достаточно редкая возможность, потому что все-таки атомные ледоколы – это серийные заказы и достаточно штучные. Поэтому поучаствовать у них, конечно, это большая ответственность. И, в принципе, именно для меня очень ответственная работа. Практически все свое время Павел проводит на ледоколе с каждым судном на протяжении пяти лет. Столько в среднем уходит на строительство. Мы выходим на испытания, как правило, это Финский залив, а на ледовых испытаниях, конечно, уже участвует команда. Ну, желание есть, потому что, когда ты ходишь и на их ходовых испытаниях, ты понимаешь, что эта машина способна на преодоление льда до трех метров, и хочется в этом поучаствовать. Но, с другой стороны, все-таки, когда передаем его, для этого уже есть экипаж, мы строим следующий заказ. Ну, определенная грузь, конечно, в этом есть, потому что это, в принципе, точно так же, как твой ребенок. Ты много лет его строишь, каждый день рядом с ним отдаешь, можно сказать, всего себя при его постройке. И когда он уходит, и ты знаешь, что, в принципе, может, даже и не увидишь его, то, конечно, грустно от этого. Своих детей у Павла пока нет, но обязательно, если будет сын, говорит, постарается передать ему всю романтику судостроения. Я сам спускался с ледоколом в составе спусковой команды. Ну, это непередаваемое ощущение. То есть, когда вы стоите на ледоколе, который высотой сам в девятиэтажку на стапеле, и эта махина спускается под своим весом в воду, ну, это непередаваемое ощущение. Плюс ко всему прочему, в любом случае, как и в любом деле, тот заказ, который ты сам строишь, и, скажем так, твое детище, ты видишь, результат, оно спускается в воду, оно уже на воде, и ты понимаешь, что сейчас начнется самый интересный этап. Через год Павел будет провожать в море свой третий ледокол Якутию, а дальше новый заказ и новая история. И она точно будет связана с ледоколом. В данный момент никаких других мыслей у меня нет. Есть заказ, который рядом со мной, который нужно достраивать. Впереди следующие заказы, поэтому никаких других мыслей нет. Строим атомный клуб страны. Продолжаем.